здравствуйте дорогие друзья продолжаем путешествие по книге волшебной книги теле 42 псалом очень сильный мощный псалом он входит вообще вообще все молитвы такие исправительные молитвы втихунг отцот полночи так далее это он всегда входит в какой-то набор или индивидуальных псалмов которые очень и очень считаются помогают это написано сынов короха согласно вообще нашей традиции 10 человек сложили псалмы тихилим это адам малки цедек авраам маше рабейну давид шло маясов и трое сыновей короха и хотя не сложены вот этими условно десятью людьми но сведены вместе в одну книгу тихилим давидом вот что касается сыновей короха асира илькана эсафа сыновей короха очень интересно что мы читаем этот псалом и разбираем с вами имена недельную главу короха они состояли заговоре вместе со своим отцом но в часть мятежа раскаялись и отдалились то есть это огромная сила заложена в этом псалме и вообще вот в этих действиях что всегда есть возможность исправиться всегда есть возможность ну как бы зависнуть над бездной не упав туда как это произошло с ними этот псалом рекомендуют читать если написано строишь дом всегда при новом начинании но новую семью новые взаимоотношения вообще все новое перед началом читается этот псалом это еще и благословение для переезда на новое место жительства и так далее что еще перед любой молитвой когда у тебя очень важное дело когда ты что-то огромная просьба к небу у тебя и какая-то мечта вот перед молитвой об этом читаешь 42 псалом он усиливает большую силу вообще 42 псалом как катализатор любую молитву проталкивает вперед поэтому вот таких случаях его читают еще читают псалом этот когда написано потеряна надежда когда вы находитесь в достаточно отчаянном положении читайте этот псалом читайте если сбились пути потеряли смысл жизни если никак не можете встать на ноги после жизненных трудностей если вас предали близкие так далее вот этот момент читать 42 псалом есть еще одно если у тебя есть вопрос к небу и ты хочешь получить такое есть понимание ответ во сне на твой вопрос надо вечером перед самой вот прочитать вечернюю молитву после этого маленькая трапеза с хлебом говоришь перхат амазон ни с кем больше не разговариваешь три раза читаешь псалом ложишься спать и получаешь обычно ответ на этот на свой вопрос еще это целом является говорят мудрецы молитвой о конце нашего изгнания потому что изгнание есть основная проблема наша что еще сегодня это очень важный псалом потому что говорят что есть какая-то физическая опасность особенно на войне человек или какой-то другие опасности чтобы спасти от нее физическая или духовная опасность немедленно читают 42 псалом если находится в критической ситуации вообще его читают когда чего-то ты хочешь изменить положение когда что-то хочешь вот как бы сдвинуться с места есть еще одно когда засуха когда нет дождя когда чувствуется такая серьезная природная катаклизм обязательно читает этот псалом и он вызывает дождь особенно хорошо это когда читает этот псалом в мельяне ну вот пожалуй все два сорок втором псалом в мельяне бракова и отслаха